добрый вечер дорогие отцы матушки дети братья и сестры мы с вами продолжаем изучать лестницу сегодня вторая ступень называется она так о беспристрастии то есть отложение попечений и печали о мире первую степень мы с вами прошли она называется об отречении от жития мирскага если нам сделать параллели с получением авдорофея то вспоминаем что действительно сначала он говорит об отречении от мира а потом еще говорит надо сам вышел из мира надо мир изгнать из своего сердца подобно этому рассуждает и преподобный иоанн то есть сначала отречение от жития мирскага и вторая степень о беспристрастии то есть об отложении попечений и печали о мире кто истинно возлюбил господа вот истинно кто истинно желает и ищет будущего царствия кто имеет истинную скорбь о грехах своих кто поистине стяжал память о вечном мучении и страшном суде кто истинно страшится своего исхода из всей жизни тот не возлюбит уже ничего временного уже не позаботиться и не попечется не имени имение не приобретения но отложив все мирское и всякое о нем попечение еще же прежде всего возненавидев саму вот свою наг и без попечений и ленности последует христу непрестанно взирая на небо и оттуда ожидая себе помощи по слово святого сказавшую пельпе душа моя по тебе сам вначале мы видим опять помни вспоминаем три рода спасающиеся состояние раба наемника и состояние сына по василию великому и эти слова еще приводит а водорофей вот первое здесь видите истинно возлюбил господа то есть по сыновья желает и ищет будущего царствия как наемник имеет скорбь о грехах своих боясь наказания как раб то есть перечисляются те же причины которые свойственны тем людям которые совершил совершает исход из мира так вот говорится о том что тот человек который возлюбил бога ищет царство плачет о грехах стержал память о вечном мучении старшем суде и на такой человек может уже изгнать из своего сердца всякую печаль и попечение о мирских вещах а это необходимо потому что мы с вами знаем там за гробом нет уже вещества нет всяких приобретений нет денег и всяких вещей но там пребывает господь пребывают святые ангелы матерь божия святые и пребывать должны мы с вами и все что в вечности будет пребывать мы должны здесь ценить это должно быть нашей целью основами там должны пребывать наши добродетели пока у нас их нет а все то что не может пребывать в царствие небес это прежде всего грех страсти вся испорченность наша душевная вот и всякие вещи и пристрастий к вещам надо с этим расстаться еще живя здесь на земле вот чтобы вселилась нас благодать божия надо сначала очистить себя свое сердце ум от привязанности и также мы имеем заповедь возлюбить бога всем сердцем всем умом все помышлением всей крепостью всеми силами своими и ближненько к сами себя и вот если у нас будет сердце пристрасти к чему-то земному значит уже не полностью наше сердце будет принадлежать богу знаешь мы не исполняем эту нужнейшую заповедь поэтому вот ну конечно опять повторюсь мы читаем книгу для монашествующих но и для людей живущих миру это тоже полезно скажем многие из вас и из нас и священнослужители исповедовали людей которые уже взряд к смерти вот и конечно же таким людям не интересно там пенсионный возраст какие-то реформы или роптать на государство или заботиться о каких-то покупках им уже не свойственно но они заботятся о покаянии заботятся о встрече со смертью и надо бы нам с вами имея даже и обязательство здесь заботиться о всех людях все же ни к чему не прикипать а прежде всего заботиться о спасении своей души и души ближнего евангелие повествуется что подошел один человек господу и говорит я хочу последовать за тобой повели мне сначала пойти и погрести отца моего под этим разумеется не то что прям похоронить а имеется ввиду послужить отцу сколько-то лет это может быть продлиться и предать уже смерти то есть позаботиться о его старости и интересно господь отвечает так оставим мертвых погребсти своя мертвецы то есть говорит он мертвыми называет людей неверующих видимо остальных его суродников погребти свои мертвецы видимо и отец его был неверующий и они еще живя здесь на земле уже мертвы душами господь ему говорит а ты иди и проповеду евангелие вот конечно же не всем понятно вот это заповедь неужели не надо заботиться о родителях есть еще евангелие что надо возненавидеть отца и матери и всех вот вот то любез родников больше меня господи тот не достоин меня с другой стороны мы знаем что наши святые даже и древние святые но и близкие к нам по времени скажем преподобный серафим саровский преподобный сергий радонежский а также и иоанн кроштадский иокинские старцы заботились и любили своих родителей некоторые из них постригали родители своих в монашество перед кончиной вот некоторые так они заботились но конечно же заботились о их спасении о вечной их участи прежде всего разумеется если нужно было позаботиться о их пропитании тоже заботу такую проявляли но не более того то есть не надо заботиться о примножении их имений вот о каких-то излишествах а прежде всего заботиться о их душах и как раз были такие случаи скажем в житии преподобного феодосия печерского говорится что мама так сильно его любила ну неправильно такой любовью чисто земной такой материнской что не хотела отпускать его в монастырь подвязаться он убегал она его опять приводила в дом наказывала но не разрешала уходить в монастырь также даже мама святителя Игнатия Брянчанинова в общем не одобряла его уход в монашество но когда уже приблизилась ее смерть то она говорит слава богу что у меня один из сыновей монах есть еще сыновья но у них свои заботы и вряд ли когда они за меня хорошо помолятся а этот уже будет за меня молиться то есть при лицом вечности уже другие ценности поэтому она благодарила бога что сын стал монахом знаем что родители Сергия Радонежского сказали когда он хотел уйти в монастырь говорят нас похороним потом исполнишь свое желание и он действительно доглядел потом пристроил их в монастырь Ходьковский и тогда уже мог простить себя монашескому житию то есть утвердить родителей на пути спасения это конечно необходимо тем более сейчас когда даже бывают молодые люди верующие идут в монастырь а родители неверующие вот то есть не надо заботиться об их имениях но об их душах позаботиться нужно с другой стороны замечено вот я по нашим братьям по монастырским могу сказать что действительно не всегда родители воцерковлены были и не желали чтобы их сын пошел в монастырь но все же здесь послушаем должно быть больше богу и братья уходили в монастырь а потом молились конечно за своих родителей и молитвами духовного отца их стараниями подвигом монастырь и родители обращались православие обращались к жизни такой христианской жизни в покаянии но и тут о чем говорится в основном избегать надо тех просьб родителей которые препятствуют нам подвизаться идти за богом очень много мы знаем примеров когда препятствовали подвигам даже из жития мучеников когда мучители не могли склонить христиан к принесению жертв угрожали казнью то были случаи что их родные даже матери или отцы родители уговаривали принести жертву богам не губить свою юность то есть сами были видимо неверующие но вот так вот соблазняли речами такими пожалей нас пожалей детей не предавай себя на смерть конечно таких слушать нельзя ради этих же самих родителей нужно идти на подвиг вот дальше бесы по отречению от мира внушают нам ублажать милостивых и сострадательных измерян о себя окоевать как решивших себя таковых добродетелей в отечнике некоторые что и там этого нет сейчас я пересмотрел а в другом потеряки видимо древним такой пример приводится один брат послушник старца сходил в город приходит в келью и говорит горе нам горе пропали мы совсем старец говорит что случилось вот а он говорит я был в миру сейчас там и знакомые и незнакомые люди имеют состояние богатство столько добрых дел совершают кормят нищих бедных больницы устраивают храмы строят помогают всем а мы с тобой не можем никому ничем помочь мы сами нищие вот ну как бы намекал что если бы остался в миру я мог бы столько добрых дел сделать старец ему отвечал поверь мне чада одно лишь воздыхание инока его преодоление каких-то искушений каких-то недоумений стоит гораздо дороже всех построенных храмов которые построили мирские люди то есть и реально конечно мирские люди строят храмы из вещественных материалов и это не так сложно а построить храм своей душе стать обителю пресвятые троицы это гораздо гораздо сложнее это напрямую связано с битвой со всем злом битвой с дьяволом поэтому подвиг здесь гораздо выше и но с другой стороны здесь говорится что ни в коем случае нельзя уничижать мирских людей по высокомерию по гордости и иное дело по высокомерию своему уничижать живущих в мире а иное в удалении от них охуждать их с тем чтобы избежать отчаяния и стяжать надежду спасения что значит охуждать их имеется ввиду понимать что жизнь в миру она ниже монашеской жизни как бы жалеть мирских людей которые ну и им сложнее достигнуть очищения много очень попечений много скорбей вот можем сослаться на слова апостола Павла что вы можете выходить замуж и жениться но будете иметь скорбь по плоти а мне вас жаль я вот честно говоря тоже очень ну когда много исповедовал людей приходили люди в общем-то счастливая семья православные есть детишки там кто-то в православном садике из них кто-то в школу православную ходят ну так вот идеально такая скажем идиллия семейная ну так поисповедуются регулярно идут причащаться но мне все время немножко сколь была что они не монахи что не знают такого истинного счастья но все равно старались мы там на подворе или монастыре старались их немножко приобщать к монашеской жизни в том плане что организовали волонтерские поездки в монастырь и там они конечно несколько приобщались а кто мог себе позволить тому предлагали и пожить допустим мужчины миряне недельку две поживут в монастыре и тоже так несколько приобщаются и жены могут с дочками пожить в женском монастыре тоже приобщиться к монашескому уставу монашеской жизни получить радость какие-то укрухи со стола монахов вот но в то же время есть каноническое правило что иноки не должны гордиться тем что они значит дали обеты что они выше мирян конечно это уже гордость а это противоречит всему монашескому подвигу ну а здесь имеется ввиду что когда бесы будут говорить вот ты бы столько добрых дел сделал оставайся в миру зачем монастырь в каком-то забытии там будешь свою жизнь прожигать вот надо в мир идти и делать добрые дела вот с этим помыслом надо так бороться что монахи это значит воинство христово но в нашем случае в случае мирских священников тоже быть может такие помыслы бывают что вот можно в мир пойти там работу получше найти вот и такой талантливый человек мог бы там зарабатывать и даже на эти деньги храмы строить но здесь надо ценить вот это дар божий что это мы священниками стали и призыв такой надо исполнять мы на службе у небесного царя я помню как-то к нам приехал в монастырь репортер и он когда познакомился с нами там люди серьезные в монастыре были вот выпускники МГУ физики и других университетов с красными дипломами с перспективами миру и этот репортер говорит ну как вам не стыдно вам государство злообразование затратил на вас деньги а вот ушли надо пользу приносить на заводах бы работали вот ну тогда мы просто ответили если бы мы на заводах работали ты пришел бы снимать или нет тебе все-таки монашеская жизнь интересна он согласился что да действительно рабочих много инженеров вот а монахов не так много и это уже уникальный случай но подвиг конечно выше монарский чем просто бы инженерами работали так же как подвиг Сергия Радонежского конечно был выше любого княжеского подвига дальше итак услышим что Господь сказал юноше оному по-видимому исполнившему все заповеди единого те не достает продать имение и раздать нищим а самого себя сделать нищим приемлющим милостным от других помню что действительно юноша сказал что я все заповеди исполнил что мне не достает он чувствовал что что-то не хватает вот и Господь говорит продай имение раздай нищим будешь иметь совершенство тогда этот юноша опечалился вот это пояснение евангельской христовой заповеди вернее получение оставь мертвым то есть мирянам умершим в суете в мирской погребать мертвых телом так дальше должно исследовать кстати это тоже интересно и это тоже на опыте было сколько раз видно вот справедливость этого получения должно исследовать почему живущие в мире и пребывающие в обдениях постах злостраданиях когда по удалению из мира приступают к монашескому житию как месту испытания и подвижническому поприщу не проходит уже прежненько своего подвига ложного и притворного на самом деле многие кто приходят в монастырь в миру совершали серьезные подвиги там стояли длинные службы трудились ночью молятся дома а придут в монастырь и сразу ослабевают почему так видел я весьма многие и различные растения добродетелей насаждаемые мирскими людьми и как бы от подземного стока нечистоты напаяемые тщеславием окапываемые самохвастом и уточняемые навозом похвал но они скоро засохли когда были пересажены на землю пустую недоступную для мирских людей и не имеющую смрадной влаги тщеслави ибо любящие влагу растения не могут приносить плода в сухих и безводных местах еще так можно поделиться такими наблюдениями когда волонтеры приезжают в монастырь я помню так привозили свой монастырь они такие бойкие такие послушные волонтеры с мужчиной мы работаем там где-то что-то строим во всем послушные а братья в монастыре наоборот там не всегда послушные вот а мужчины так удивлялись ну там живут у нас недельку-две что они не слушают какая благодать вот и такой подвижный но потом если он подольше в монастыре потом уже понимает насколько тяжел подвиг иноческий насколько борьба очень большая и зачастую такой человек потом оказывается очень слабый духом я помню даже кто в спецназе служил на дембере уже пришел к нам сначала такой весь бодрый был потом говорит нет тут все-таки тяжелее чем в армии вот очень тяжело один раз был такой случай когда человек очень спортивный пришел к нам в монастырь он женатый человек ну решил так недельки-две пожить в отпуске вот его поставили посуду мыть а у него профессия такая что там надо быть очень спортивным вот он так устал вымотался после завтрака посуду он только к обеду смог домыть обеденную посуду он даже не успел к ужину домыть на ужин вообще отчаялся потому что еще много посуды братья подошли помогли ему потом он оттуда ушел на огород и там не смог исполнять послушание и потом так сильно устал вернулся домой и говорит ничего себе вот если кто возненавидел мир тот избежал печали я видел многих в мире в мире которые через попечение заботы занятия и вденья телесные избегали неистов своего тела но вступившим в монашство и обеспеченность здесь по всему жалким образом осквернялись от плоского движения ну тут две мысли вот первое если кто возненавидел мир тот избежал печали действительно печаль у нас бывает от пристрастии к чему-либо когда мы не получаем этой вещь либо внезапно ее лишаемся и человек печалится а печаль это как говорит апостол земная она соделывает смерть а есть печаль по богу которая соделывает постоянное покаяние вот а мирская печаль от страстей от их неисполнение бывает теперь вторая мысль о чем говорит когда люди мирские в заботах находятся среди народа несколько отвлекаются и дьяволы даже не беспокоят никакими наваждениями плоскими а потом когда придут в монастырь вот то такие очень большие нападения испытывают и даже вот совершаются такие даже падения опять же многие так вот мысль как же эту раскрыть то есть когда люди исполняют хотя бы понемногу но в страстях своих живут они борьбы особо не испытывают а когда человек уходит в монастырь там уже испытывают сильные сильные очень брани бывает к этому если не готов то может упасть теперь Ава Иоанн получает что надо знать каким путем мы идем нам заповедано от Бога идти путем узким и тернистым и мы с вами бывает не задумываемся каким путем а вдруг мы широким путем идем вдруг мы погибаем и вот тут Иоанн Лесничник перечисляет что такое узкий путь как его узнать будь внимать себе чтобы думая идти узким и тесным путем в самом деле не блуждать по пространному и широкому который идет погибель узкий путь будет тебе показан чем утеснением чрева то есть пост всеночным стоянием умеренным питьем воды с худостью хлеба и дальше очень важно чистительным питьем без чести принятием укоризм осмеяний ругательств отечением своей воли терпением оскорблений безропотным перенесением презрения и тяготы досаждений когда будешь обижен терпеть мужественно когда на тебя клевещут не негодовать когда уничижают не гневаться когда осуждают смиряться блаженные ходящие стезями показаны здесь пути диакотеки царства небес тут показаны подвиги такие телесные а также подвиги духовные которые начинаются вот с этого чистительное питье без чести конечно мы знаем с вами когда люди приходят в храм и удивляются что среди верующих людей бывают скажем так скандалы недоумение ссоры клевета удивляться этому не нужно потому что мы находимся в миру и дьявол действует и не все люди понимают как бороться с дьяволом с помыслами как искренять свои страсти даже среди верующих людей на приходах все это бывает и надо сказать что всему быть пока мы все больные все это будет но главное как к этому относиться и здесь вот сказано если мы хотим за господом идти узким путем то смотрите что терпеть оскорбление безропотно переносить презрение рассаждение мы все с вами знаем если вот скажем на клиросе стоят люди читают и вдруг к ним привести еще одного человека человека сказать сейчас Марья Ивановна не ты будешь читать а вот пусть Оксана почитает там уже будут обиды или сказать хор теперь не этот будет петь а вот другой хор поставим вот будут очень может кто-то и обидится и так во всем скажем панамарю скажем сегодня вот будет другой панамарь подавать кодила то старый панамарь тоже может не всегда быть доволен даже бывает и подставляет потом то есть проявляются страсти мы должны и сами показывать примером что терпеть то что здесь вот написано и людей получать словом напоминать что это есть путь узкий и прискорб но зато он очищает нас для того чтобы войти в царствие небесное нужно совершить три отречения написано так никто увенчанным не войдет небесный чертов есть не завершить первого второго и третьего отречения первое есть отречение от всех вещей и человеков и родителей то есть чтобы не было пристрастия второе отречение своей воли то есть было послушание а третье отвержение тщеславие которое следует за послушанием почему тщеславие борьба с тщеславием проходит посредством послушания очень эффективно потому что ну сказали человеку послушнику дали послушание там какой-то подвиг совершить но имеется ввиду там работы тяжелые он сделал и не тщеславится потому что он выполнил то что просили сделал не сам по себе взялся за этот подвиг и несет а по послушанию поэтому чем тут хвалиться вот когда бесы по отречении наше начнут распалять наше сердце вспоминанием о родителях и сродниках наших тогда вооружимся против них молитвой и воспламеним себя памятью о вечном огне чтобы воспоминанием обгонам угасить безвременный огонь нашего сердца конечно свойственно нам думать о наших родных даже когда люди в монастыре но дьявол на этой почве может человека ввести в печали сильно какие-то переживания за них вместо молитвы и вручения их божьему промыслу я вот очень много видел в монастыре в нашем что когда сын уходит в монастырь то господь берет попечение о его родителях на себя и через людей помогает это удивительным образом вот и с моими родителями так случалось и даже все потом удивлялись как господь так помогает вот и со многими другими братьями это было замечено а еще есть предание такое на горе Афон один монах услышал что его семья нуждается папа и мама родители боролся с этими мыслями не мог их победить и все-таки решил пойти помогать им в мирской жизни идет идет на встречу другой монах куда идешь да вот надо в мир вернуться родить а у родителей позаботиться а ты куда идешь да я говорит ну ты откуда а второй инок говорит а я ангел меня господь послал помогать твоим родителям с тех пор как ты удалился в монастырь я всегда им и во всем помогаю ну ежели ты сам хочешь заботиться то я ухожу и теперь иди сам заботиться ну и инок разумился этим вернулся а у родителей опять все наладилось то есть бывали бывают и трудности но для этого самим родителям надо помолиться и нам за них надо помолиться но не скорбеть сильно что у них как-то какие-то трудности есть в нашем монастыре скажем если родители решались переехать в сибирь в нашу область примерно то старец благословлял заселять село завьялова оно от нашего монастыря от козихи находится через реку обь причем там широта такая километров семь или восемь обское море и ехать по льду если лед нормальный то ехать где-то 60 километров а летом ехать либо через порог туда дальше либо через город километров там 200 вот с одной стороны вроде рядом чтобы спокойно были за них с другой стороны нас не должны сильно беспокоить есть ли у них дрова сено заготовили нет то есть чтобы нас они не втягивали по печенье такие чисто земные иначе все монастыр теряется если только будем об этом заботиться о мирском вот и тут сказано что бесы прям распаляет то есть они гипертрофируют все эти сведения для того чтобы человека изгнать из монастыря а бывает даже и во сне сниться прям что им там тяжело скучают мучаются без тебя вернись успокой их вот на это весть не надо вестись если кто думает что не имеет пристрастия какой-нибудь вещи а лишившись ее печалиться сердцем тот вполне превращает самого себя то есть как вот предыдущая была мысль если человек не отрекся от мира значит он имеет печаль а кто печаль не имеет тот полностью отрекся от мира и бывает так что мы нам кажется что мы ни к чему особо не привязаны но вот случается потеря этого этой вещи и нас настигает печаль значит все таки привязанность была господь убрал эту вещь чтобы у нас сердце не было привязано к земному только к небесному юные расположенные к плотской любви и чревоугождению если захотят вступить в монашество должны обучать себя в нем со всяким трезвением и вниманием и понуждать себя удаляться от всякого наслаждения и лукавства чтобы последнее не было для них горше первого сие пристанище бывает причиной и спасения и бед это знают приплывающие сие мысленное море но жалкое зрелище когда спасшиеся в пучине претерпевают потопление в самом пристанище то есть говорится так те молодые люди которые приходят в монастырь должны подвязаться нельзя ни в коем случае расслабляться потому что дьявол через здоровое тело через юный возраст очень сильно будет бороть плотскими плотскими соблазнами наслаждениями и здесь нужно со всяким трезвением и вниманием и понуждением удаляться удаляться то есть не расслабленно потому что можно как говорится расслабишься здесь и погибнешь вроде в миру еще жив более-менее как-то пришел в монастырь но не подвиг себя усердию и можно погибнуть в монастыре то есть пасть каким-то падением на этом вторая степень заканчивается но для людей живущих в миру отсюда отсюда что можно какие мысли действительно когда вы знаете есть такой случай реальный говорят где-то читал я что одна из представительниц рода Ротшильдов по-моему Ротшильдов каждый день одевала новое платье и вот она приблизилась к смерти и попросила чтобы ей принесли то платье которое она заказывала очень дорогое но который не успел еще никуда одеть ей принесли она его схватила и тут же умерла но так схватила что не смогли потом разогнуть руку и вытащить и пришлось так вырезать кусок этого платья с этим же куском ее и похоронить то есть настолько большая привязанность к таким вещам соответственно в этом сердце уже нет места для вечности нет места для Бога что вот по сути происходит если человек привык пить водку скажем или красть вещи одержим такой страстью вот то там за гробом нет возможности реализовать эту страсть ну то есть ясно там водки нету а у человека потребность сохраняется по окончании и он конечно этой страстью уже мучится она его терзает она его там уничтожает но в то же время не уничтожим человек а вот так вот в вечности мучиться а человек который жаждую томим к небу к Богу конечно он там наслаждается потому что как он свою душу воспитал для нее там все есть все потребности ее духовные там удовлетворяются в высшей степени даже больше чем ожидает душа а если прилепился вот игроманы скажем поселево вроде в хорошие такие места красивые но если там не будет компьютера то он будет сильно страдать потому что страсть есть а реализовать ее невозможно поэтому в этой главе мы должны научиться что и мирские люди не должны свое сердце засорять чем-то земным пустым еще раз повторюсь при том что заботиться конечно нужно обо всех людях о ближних своих о приходах прихожанах о родных своих но заботиться о самом необходимом и о том чтобы люди спасались благодарю за внимание спаси господи всех и будем стараться по возможности совершать те дела которые мы можем здесь и благословить 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 благословить